Девяносто шесть процентов американцев любят мороженое и едят его минимум раз в неделю. Это скорее плохо, чем хорошо, решила Ола и открыла свое кафе мороженое. Наш фирменный вкус называется золотой шарик. Тут имбирь, корица, куркума, кардамон и кокос. И там еще крошка кокосового печенья. Хотите попробовать? Это не просто десерт, это миссия, которую взяла на себя дипломированный шеф и эко-предприниматель Ола Каял. Я давно хотела переосмыслить самый любимый американский десерт из сахара и молока, чтобы он был питательным, полезным и безопасным для окружающей среды. Первым из рецепта Ола вычеркнула молоко. Коровы кроме него производят метан, 15% парниковых газов. Это плохо для планеты и ее обитателям не полезно. Само собой, отказались от сахара, яиц, красителей и консервантов. Мы готовим все с нуля, не используем никакие переработанные или рафинированные продукты. Мороженое на основе кешью и кокоса вместо молока с добавлением фиников, кленового сиропа и кокосового сахара вместо сахара. Мы еще добавляем порошок лукумы, чтобы превратить мороженое в суперфуд, который ты можешь есть как витамины, и это не менее вкусно. Ола называет себя гражданкой мира. Дочь саудовца и британки родилась в Калифорнии, выросла в Европе, образование получила в Швейцарии, а бизнес начала в Майами. Для нового бизнеса в Америке очень много преимуществ и возможностей. Здесь очень просто открыть свою компанию, например. К тому же в Майами всегда солнечно, нет понятия сезона для мороженого. Но, конечно, я увидела большую разницу по сравнению с Европой, когда переехала в Майами. Даже в том, как люди разделяют мусор для переработки, что означает для них ресайклинг. Люди везде используют пластиковые пакеты, одноразовые упаковки. В кафе на Бате, что на арабском веган, никакого пластика, а на стенах пугающие примеры экологической безответственности человечества. Вам страшно? Да, мы хотели, чтобы было страшно. Если вы обратите внимание хотя бы на один факт, американцы используют 390 миллионов пластиковых трубочек только за один день. Это, конечно, печальный факт, но почему мы пугаем вас этой информацией? Потому что всегда есть альтернатива. У нас, например, трубочки сделаны из соломы. Тем, кто приходит в на Бате со своей тарой, положена скидка и фирменная улыбка, которую уже знают в соцсетях. Сегодня особенный день. Это не только день Земли, это еще и мой день рождения. Поэтому всем, кто придет за мороженым, со своим контейнером полагается скидка не 5, а целых 20%. Ола Каял не ограничивается реальным пространством своего кафе. В виртуальном она придумала эко-понедельники с рецептами здорового отношения к себе и Земле. Я, правда, не просто делаю десерт. Я искренне пытаюсь привлечь внимание к самому важному. Мы должны лучше заботиться о своем теле, о своей душе и Вселенной тоже. У нас нет запасной планеты. Мы все в ответе за это. Ола очень любит сладкое, но свою планету она любит больше. Елена Мещерякова, Андрей Сергунин, Майами, Голос Америки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова